Далеко ходить не надо Здравствуйте, друзья! Приветствую вас в студии Биоэфир. С вами проект Биосказки и я Сергей Хребар. Сегодняшние наши герои будут черепаха биса и акула. Эта черепаха биса обитает в самых разных морях, даже в Средиземном море встречается, и особенно много их в тропических морях, в тропической части Тихого океана, например, в Полинезии. А вот у нас акула Катран. Это черноморский подвид этой колючей акулы. В Полинезии, правда, встречаются другие виды акул, но не так важно. Главное, что сказка наша сегодняшняя будет полинезийская сказка про черепаху и акулу. Полинезия это многочисленные острова, Тихого океана, с теплым климатом, с народами, любящими песни и танцы. И сейчас мы с вами обратимся к сказкам полинезийских народов и прочитаем сказку про акулу и черепаху. На острове Саваи, а это один из островов архипелага Самоа, в селении Салега жила какая-то слепая старуха по имени Фонуэа, и была у нее единственная дочь, которую звали Салава. Однажды во всей округе наступил страшный голод. Салеге тоже нечего было есть. В один из этих дней родичи Фонуэ стали печь клубни ямса. Это такое растение, которое дает крахмалистые клубни на вкус вроде нашего картофеля. Собирали они накануне этих клубни ямса в лесу. Дожидаясь, пока еда будет готова, жадно втягивая вкусный дымок, слепая Фонуэа сидела с дочерью в стране. Вот дым исчез. Значит, камни уже раскалились и ямса, окрыв получше, поставили палец. Такой у них хитрый способ приготовления. Прошло еще немного времени. Старуха и спрашивает дочь. Посмотри, не несут ли нам нашу долю? Нет, отвечает Салава. Много раз спрашивала Фонуэа, не зовут ли ее с дочерью к обеду. И всякий раз Салава отвечала нет. Наконец старуха поняла, что родичи не хотят поделиться с ними едой. Отчаявшись, слепая Фонуэа велела дочери отвезти ее к морю. Стала она на край скалы, ухватила дочь за руку и воскликнула. Прыгай со мной. Бросились они в морские волны и сразу же превратились одна в акулу, а другая в черепаху. И поплыли на восток, подальше от жадных и злых родичей. Долго они плыли и наконец достигли селения в итоге на острове Тутуила. Это тоже в архиплане Самаа. Вышли на берег мать с дочерью и снова приняли человеческий облик. Верховный вождь Литули очень радушно встретил гостей. В его доме Фонуэу и Салфу хорошо накормили и одели. Мать и дочь как следует отдохнули и набрались сил. Они были очень благодарны Литули за его гостеприимство. Фонуэ сказала ему, мы с дочерью вернемся в море и останемся жить под скалой у вашего селения. Когда ты захочешь, мы выплывем на поверхность и станем развлекать тебя танцами, а ты запомню песню, которой нас можно вызвать из моря. И Фонуэ спела вождю эту песню. А Литули велел объявить всем жителям селения, что его гости станут теперь акулой и черепахой и что будут они жить отныне в море под скалой. Если кто-нибудь посмеет обидеть их или проявит к ним неуважение, вождь сочтет это за тягчайшее преступление. И вот Фонуэ и Салфа снова приняли облик акулы и черепахи и поселились в море под скалой в Уитоке. Они прожили там много-много лет и всегда выплывали на поверхность, услышав песню, обращенную к ним. Фонуэ, Фонуэ, поднимись из морской пучины, «Видишь, люди ваш дядя Тули пришли посмотреть на тебя, посмотреть на забавную игру вашу и приветствовать вас». Стоило акуле с черепахой показаться на поверхности моря и начать танцевать, люди не могли сдержать восторженных криков. «Ла-ли-ли! Ла-ли-ли!» Что значит «прекрасно! Прекрасно!» В итоге бывает много людей со всего света. Лучшие певцы и музыканты не раз играли и пели у скалы, пытаясь вызвать акулу и черепаху. Но до сих пор акулы с черепахой выплывают только на звуки одной призывной песни. Той самой, что когда-то в знак благодарности была сложно слепой Фонуэ для верховного вождя Летули. Поэтому постараемся не быть жадными. Будем делиться с тем, кто в этом нуждается. Чтобы наши близкие не превращались в черепах и в акул.